привет друзья с вами рома и канал просто симулятор в этом обзоре предлагаю поговорить о грядущем обновлении 1.10 для приватной карты черемшанка кто знает и по моим обзорам да и не только это 8x российский проект ну и само собой размеры карты диктуют и возможности и они поистине друзья огромный это на этой карте просто куча производства могли выйти в моих обзорах начиная самого простого то что связано с сельским хозяйством и заканчивая тем что вообще никак и не рядом с фермой это само собой всевозможные карьеры эти расходники в дальнейшем везутся на разнообразные перерабатывающие предприятия и цепочки можно выстраивать настолько долго что например можно получить камаз дал произвести корпус камазы в дальнейшем его например порадать по железной дороге за очень хорошие деньги общем карта действительно в этом плане впечатляющие и равных и очень тяжело в этом плане найти действительно очень очень много объектов единственное чего черемшанка всегда страдала понятное дело раз карта огромная то и оптимизация соответствующая ну и плюс ко всему чтобы эта карта адекватно работала конечно же где-то качество объекта приход приходилось а и автору никите власову приносить жертву в общем-то тому чтобы она была играбельна поэтому некоторые объекты конечно староваты но тем не менее никита старается потихонечку их обновлять менять оживлять карту и она действительно в чем-то становится очень даже симпатичнее того что я даже показывал в первых обзорах любом случае ребятки сейчас немножечко по ней прогуляемся и обо всем так или иначе поговорим разумеется и не буду рассматривать всю карту в подробностях об одной простой причине карта просто ребят огромные ходить по ней можно бесконечно долго предприятий очень очень много те кому интересно как карта изменялась могут зайти в соответствующий плейлист у меня на канале и все посмотреть но сейчас мы ребятки поговорим непоследственно о ключевых моментах из обновления 110 для начала вам зачитаю полный список этих самых изменений а потом проставлю что называется акценты на самых ключевых узловых моментах на которые мы немножечко и посмотрим в общем друзья погнали по списку изменений и так поправлено обозначение триггеров поправлены мощности промышленной половине поправлено обозначение маслозавода была отключена аренда транспорта во время контракта была добавлена выгрузка в спаун тюков на жидко станция была добавлена возможность наполнения удобрений и так далее в технику были разрезаны поля добавлена совместимость с модом бетов контракт исправлена ошибка синхронизации в многопользовательском режиме были добавлены точки продажи на дорогах была добавлена жиды линия была увеличена вместимость остановки жиды станции был добавлен маршрут 20 а на автобусные линии была обновлена маска снега были убраны светофоры с карты была поправлена ошибка на литейном заводе пульте сделаны декоративные изменения была поправлена цена на камаз была переменена колбасная продукция были добавлены участки покупки земли было изменено трава на карте была добавлена продажа топлива на азв была добавлена . закупки стройматериалов были переписаны xml файлы животных. Был добавлен 106 автобусный маршрут, был поправлен КАМАЗ ПАК, был добавлен прицеп миксер в КАМАЗ ПАК, был переписан Урал по перевозку пассажиров, был переписан ПАК техники на Universal Autoload за Метаполит Autoload Specialization, работает стабильнее. Был обновлен Урал ПАК, был обновлен МАЗ ПАК, были поправлены теки кукурузного силоса, были переписаны слагбаумы ЖД переездов, была сделана поддержка Random Fills Prices, для большей реалистичности коррекция запущенных цен должна быть отключена в ревамп настройках, было добавлено ограничение на точках продаж, нужно включить в ревамп настройках, была сделана поддержка Autodrive Config, при старте у вас будут готовые курсы Autodrive, был изменен сезон старта карьеры на весну, были изменены текстуры культур, был добавлен звуковой пак, были добавлены новые категории в меню строительства у животных, были исправлены загоны для покупки, были расселены козы и овцы по разным загонам, были сделаны хранилища кучи, покупной соломы и так далее, был переписан БГА, сейчас не просит энергию, была сделана поддержка патча игры 1.13, была добавлена новая категория объекты карты, был обновлен двор фермерского домика, сейчас можно все продать и купить, были переписаны хранилища тюков, добавлено два объекта на 250 и 1400 тюков или поддонов. Прежде чем пробежаться по черемшанке, немного посмотрим на ПДА карту, вспомню как она выглядит, карта действительно поражает обилием триггеров, ну и главное не потеряться и сразу найти где находится твоя ферма, она в северной части карты в правобережной ее стороне, здесь очень много разнообразных объектов и непосредственно огромные сама по себе ферма, плюс куча объектов на территории дома игрока, как квики, есть дополнительные культуры, как овощные, так и травяные, кроме того ребятки надо отметить, что видов продукции здесь очень много, причем четыре пятых из этих представленных продуктов на карте, это все друзья новые виды, не дефолтные, это и пищевая продукция, это непосредственно продукция растеневодства и это множество промышленной продукции, связанной как с добычей полезного ископаемых, так и со сложными производствами, которые позволяют, как я уже говорил, например, и аккумуляторы производить и те же самые камазы, ну и ребятки, вот они, те самые поля, есть здесь прикручен мод аренды полей, ну и здесь, как вы видите, в порядке вещей поля, за 50 гектар, за 100, даже за 200, самые дорогие из них стоят больше миллиона, ну и как видите, цены божеские относительно размеров полей, поэтому поднаться здесь не будет большой проблемы, продал урожай с хорошего поля и все, пожалуйста, развивайся, из других ребятки модов, как вы можете обратить внимание, мод на кредитную систему есть, также есть планировщик сева оборота, здесь также отмечаем, ребят, что множество модов Никита апгрейдил специально по карту, поэтому их лучше использовать именно из пака Никиты, он здесь очень, друзья, большой и мы на него также между делом посмотрим, что касается важнейшего изменения, ребятки, на карте, то в восточной части карты появилась железная дорога, и она очень сильно упрощает жизнь на карте, потому что здесь очень много крупных производств, это и вот эта же шахта, где добывается руда для переработки ее в дальнейшем, кроме того, здесь у нас есть завод КамАЗ и не только, и все это, ребятки, очень дорогая готовая продукция, которую желательно поездным продавать на экспорт, и раньше, чтобы ее продать, надо было таскать на трейлерах, очень и очень и очень далеко. Теперь же, пожалуйста, здесь вот в этой правобережной части появились две важнейшие станции, где можно продавать, продавать, точнее грузить то, что вам необходимо отвозить как на производство, так и в точке продаж, опять же, на экспорт за три дорога. Вот у нас как раз-таки в южной части есть важный железнодорожный узел, откуда поезда у нас и отправляются на экспорт, и это позволяет очень серьезные, ребятки, деньги зарабатывать. Посмотрите, пожалуйста, мой один из обзоров в плейлисте по Черемшанке, где я подробненько рассказываю, как работает механика железной дороги, но очень интересная, и там как раз-таки увидите, цены просто безумные. Ну, отмечаем, ребятки, что не только железной дорогой приросла, скажем так, транспортная инфраструктура. Дороги приросли дополнительными разнообразными точками продаж, как, например, вот этот мотель, где можно, между прочим, продавать разнообразную продукцию. Также подизменились триггеры на карте, ну и объекты же вот этого дополнительно похорошели. Кстати говоря, вот пока мы сейчас находимся в заправке, отмечаю, ребятки, что вот мы сейчас смотрим на карту весной, не просто так, напоминаю, что у нас теперь карьера на Черемшанке начинается весной, так что ранний сев, пожалуйста, для любителей, ну вот именно такого подхода, работы не с азимами, а с яровыми, все для этого есть. Или вот очередной, ребятки, у нас объект металлокасса, так называемый, точка продажи, где можно толкать, опять же, разнообразную продукцию. Она у нас находится, кстати говоря, на въезде в Черемшанку. Черемшанка такая немаленькая деревня, хотя деревня, ее ни язык не поворачивается, назвать, скорее всего, это большое такое село со своей инфраструктурой. Но здесь же, ребят, отмечаем вот как раз таки то, о чем я говорил. Хватает здесь таких вот объектиков старых, с старыми текстурками, но это позволяет действительно карте стабильнее работать. Если поставить здесь куда более серьезных прорисованных объектов, то, соответственно, здесь уже потребуется железо помощнее. А так, Maya NVIDIA GeForce 1050, 8-летней выдержки, спокойненько себе тащит эту карту и без особенных таких критичных лагов. У меня, как вы можете обратить по обзорам, с видеоредактором подлагивает и на самых простых картах, ну, по понятным причинам. Поэтому довольно-таки стабильно все это играется. Но все равно на железо, на слабом железе карте будет очень тяжело идти, разумеется. Тут, конечно же, все-таки комп нужен помощнее, чтобы все прелести этой карты видеть. Ну, вот одна из ключевых, ребят, железнодорожных станций, на которые, собственно, можно грузить продукцию свою из полей. И не только из полей, а, опять же, из тех самых производств. Все-таки у них действительно была проблема такая. Когда вам надо было, например, те же самые КамАЗы продать задорого на экспорт, а хрен там, надо тащить их через всю карту. Ну, это так, звучит 8 на 8. На деле-то приходится проделывать огромнейшие просто расстояния. Если вы играете самостоятельно, то просто надоест ехать, из, например, с северной части карты, даже получается с северо-восточной на самый-самый юг карты. Это просто тихий-тихий ужас. Теперь, ребят, жизнь упрощается. Ну, или, в частности, вот здесь у нас находится руда, которая у нас позволяет вырабатывать золотишко. Собственно, теперь тут тоже есть своя железнодорожная станция, что также облегчает работу у нас с этой самой продукцией. Это, конечно же, очень-очень здорово, когда логистика на такой огромнейшей карте упрощается. Но, опять же, надо отметить, что все-таки это определенный кайф на поезде кататься. Особенно, когда речь идет о такой огромной карте. Все-таки полюбоваться по сторонам, заодно посмотреть. Ну, и эффективно просто огромное количество урожая, либо же каких-то расходников, полезных ископаемых или готовой продукции вывезти. Поезд – это самый-самый главный друг фермера, и не только фермера на этой карте. Ни на одной фуре столько не вытащишь. А здесь, пожалуйста, поезд позволяет творить чудеса в этом плане. Ну, и, ребят, еще одна такая интересная история, связанная с транспортной темой. Все-таки мы в большей степени говорим в этом обзоре про нее. На этой карте можно перевозить пассажиров между остановками разнообразными. Тоже приходится немало дистанций такие проделывать по трассе. И, разумеется, под это дело в паке огромнейшем техники под эту карту. А он, ребятки, пак техники, инструментов и всевозможных дополнительных модов превышает аж целых 5 гектаров. Сама карта весит 1,8 гектара в данный момент. Так вот, в этом паке есть как Пазик 672, так или, например, Урал Вахта, который позволяет пассажиров перевозить. Так что, кому нравится олдскульный автобус, пожалуйста, вот он олдскульный автобус. Ну, а кому нравится что-то позабористее, пожалуйста, брутальный Урал. Что касается изменений, я уже говорил, что масс парка немножко изменился. В частности, например, у него миксер появился. Ну, и вот такая вот возможность есть в гараже, когда мы покупаем себе технику, посмотреть от камеры из кабины, запустить двигатели. Есть мод, который позволяет это сделать, а Пущукова, собственно, он прикручен в данном случае к этому самому проекту Черемшанка. Ну, и вот, пожалуйста, еще одна такая история. Те, кто уже играл на Черемшанке, довольно знакомый. Мазик, который может перевозить контейнеры мусорные, а мусора здесь предостаточно предприятия вырабатывают. Также нескучная вариация для тех, кому нравится логистика и нравится перевозить продукцию, готовое производство отходов. Хватает здесь, так что есть что повозить. Ну, и, ребят, также подобновился КАМАЗ-пак, где также появился миксер. Также отмечаем, что это вот конверт-пак, как в данном случае МАЗ. А что касается КАМАЗ-пака, то здесь в основе лежат модели от Миши Розума. И, в общем-то, тут, ребят, на самом деле, модов на все случаи жизни. Это касается не только непосредственно транспорта, который может утянуть, но и, в первую очередь, прицепных разнообразных устройств, которые вывозят эту самую продукцию. Что касается Урал-пака, ну, давайте сначала на эту лахту самую посмотрим на то, как можно здесь, например, менять маршрут. Ну, пожалуйста, у нас сейчас стоит 15-й маршрут, но можно его изменить вот как раз-таки в конфигурациях. Выставить маршрут, на котором вы хотите работать. Также выбираются на этой карте номера. Ну, и, опять же, в продолжение, если мы говорим о чем-то отечественном, то тут, конечно же, карта огромная, трафик на ней не такой, чтобы активный. Но, ребят, преимущество отечественное. Там хватает разнообразных модовых моделей всевозможных. Так что покатайте или посмотрите мои предыдущие обзоры, там все присутствует. Можете заметить, что здесь любопытного есть на этой карте. Ну, и вот как раз-таки, возвращаясь к разговору, об оборудовании для перевозки продукции с карты, например, вот этот плитовоз, на котором, само собой, можно панели для домов вывозить соответствующего предприятия. Я как-то так же показывал одном из обзоров, как это все добро работает. В общем, ребята, модификаций хватает. Например, вот такой вот флигель, знакомое устройство, но этот флигель вывозит готовые КАМАЗы. Да, я так же, по-моему, показывал, как это смотрится все со стороны. В общем, довольно-таки любопытный, ребятки. Пак огромный, поэтому, если хотите иметь одну карту со своим паком модов разнообразных, вот, пожалуйста, такая вот есть история с Черемшанкой. Никита в этом плане заморочился, поэтому наконвертил и напеределывал разнообразных модов так, что не нужно ничего искать, все присутствует. Ну и давайте, ребятки, немножко прогуляемся уже непосредственно по карте. Разумеется, когда я пролетал, я показывал, например, вот этот самый объект Икея. Здесь их хватает, возможно, например, метра также на карте есть. Мы сейчас добежим до той точки. В общем, в этом плане, конечно же, населенные пункты, надо сказать, хороши в плане объектов. Если раньше здесь очень много было такого, скажем так, а-ля в духе Сосновка, то теперь карта действительно становится в плане объектов поприятнее. Здесь Никита проводит очень огромную работу, потихонечку убирая что-то из старого, добавляя новое со своим особенным колоритом. Не везде, конечно же, мы пробежимся, но, ребят, поверьте, объектов стало существенно больше. И, в частности, вот в этом населенном пункте, где мы находимся, у него, кстати говоря, и банк находится. Для чего он нужен? Как он способствует развитию местной промышленности? Также можете посмотреть в одном из моих старых обзоров по карте Черемшанка. Все есть в соответствующем плейлисте у меня на канале. Так что, ребятки, посмотрите, действительно очень много интересных фишек у Черемшанки. В плане, действительно, если мы потихонечку завершаем обзор, то Черемшанка, действительно, это очень-очень мощная производственная карта, которая позволяет очень сильно отойти от канонов сельского хозяйства и заниматься очень сторонними производствами, начиная с малого, добыл полезные ископаемые, далее идем, работая со всевозможными металлоконструкциями, со еще более сложными производствами, где требуется куча расходников. В общем, опять же, друзья, повторюсь, смотрите мои предыдущие обзоры, возможно, вам эта карта понравится. Лично мне, если говорить про меня, мне все-таки нравятся карты маленькие, с меньшим количеством производств, поэтому я этого никогда не скрывал. Но вот те, кто мне постоянно спрашивает по совету производственную карту, вот, пожалуйста, друзья, вам самый лучший пример этой самой производственной карты с горой просто объектов. Если вот вам скучно, вот все у вас есть для этих целей, чтобы развлечься по полной программе, задолбать себя огромными полями, кучей производств, это вот черемшанка, она про это самое. Замучит вас на раз. Хотя, с другой стороны, есть такие убежденные мазохисты, для которых и 100 гектаров неволи, в общем-то, ну и не говоря уже о карьерах там каких-то. В общем, карта на любителей разнообразных жанров, скажем так, которые используются непосредственно на площадке фарминг-симуляторов. Спасибо о основе, друзья, игровой. Она позволяет прикрутить много чего к этому, не только сельское хозяйство. Ну и, друзья, буду заканчивать свой обзор. Все, что в целом я хотел вам показать, показал. Список обновлений привел для грядущего обновы 1.10. Ну а то, чего вам не хватило увидеть в этом обзоре, разумеется, можете посмотреть в моих предыдущих обзорах, потому что все там уже по большей части показано. Лишний раз повторяться не имеет смысла. Все-таки карта огромная, действительно требует очень много времени, чтобы пробежаться везде и все ее показать. Ну и мне, друзья, лишь остается вам в конце моего обзора пожелать всего самого, конечно же, наилучшего вам и вашим близким. Будьте здоровы. Ну и, разумеется, всем мирного, чистого неба над головами. Заскучаете? В моей группе ВК всегда найдете что-нибудь для себя интересное. Ну и, само собой, это не только моя физиономия, которая может вам чем-то помочь. Это и новости от авторов модов. И, конечно же, какие-то любопытные модификации для ваших хозяйств. Ну и, конечно же, подписывайтесь на группу Просторы России, где вы сможете узнать информацию, как приобрести эту самую карту Черемшанка. А я же надолго не прощаюсь, немножечко отдохну в эти выходные и вернусь. Скоро встретимся на канале Просто Симулятор, друзья. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok